Это село Красный Яр близ города Кокшетау. В этом году здесь отремонтируют около 20 улиц, а в новом жилом районе появится новое асфальтное покрытие. Кроме того, будет осуществлен ремонт дорог в селе Нурлыкош. Всего здесь реализуется 6 проектов по программе Аул Ельбисыга. Следующий проект это капитальный ремонт ДК Кокшетау и шестой проект это проведение тепловых сетей от новой картельной по улицам сельского округа. По проекту среднего ремонта дорог у нас будет охвачено порядка 24 улицы и один микрорайон. Благодаря госпрограмме обновится сельский дом культуры. Эксперты утверждают, что объект, который использовался местным населением в течение почти 30 лет, будет кардинально усовершенствован. Изменится не только внешний облик, но и внутреннее содержание. Ремонтные работы будут завершены к осени. Наш дом культуры с 91 года постройки. На данный момент до 30 лет не видел вообще никакого капитального ремонта. А вот в этом году хорошо, что вот начали ремонт. Будут меняться пол, стены, потолок, освещение, отопление и фасад. Сейчас работает бригада. Шесть бригад, около 50 человек. Началом глобальной модернизации в их селах довольны и местные жители. Они говорят, что такие изменения положительно повлияют на будущее развитие села. В Сундектауском районе по программе АУЛ и Эльбисыгэ будут также отремонтированы две школы и один детский сад. Модернизация коснется и здания районной больницы, построенной полвека назад. Обновят и прилегающую к ней территорию. По словам врачей, эта новость обрадовала не только медицинский персонал, но и местное население. Мы очень рады, что нам выделили такую большую сумму. Раньше такой суммы у нас не было. Мы текущим ремонтом все своими руками все это делали. Были затруднения в старом здании. Нет вентиляции, вытяжки у нас не было. Освещение плохое было. Окна очень старые, проветривания у нас не было. И поэтому надеюсь, что после ремонта все эти моменты будут учитываться. Аналогичные работы проводятся в Бурабайском, Зелиндинском, Шортандинском, Целиноградском, Атбасарском, Буландинском, Астраханском и Аршалинском районах. Стоит отметить, что в прошлом году в рамках программы АУЛ и Эльбисыгэ ремонт дорог и модернизация социальных объектов проводилась лишь в трех селах этого региона. Теперь в программу вошли еще около 10 населенных пунктов. В будущем количество районов, включенных в проект АУЛ Ельбисыгэ, будет только расти, говорят местные власти. Это связано с тем, что к 2026 году с помощью данного проекта планируется модернизация почти в половине из более чем 600 сел региона. Максут Медилканов, Дамир Берекулы, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полянный, ЖТКУН.